Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихарь из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здорово, танкисты! Сейчас будет сложная игра слов, но если вы, танкисты, вдруг оказались в танке и пропустили, что сегодня, 8 июня, стартовал новый сезон боевого пропуска, то, смею вас обрадовать, что с сегодняшнего дня у вас появилась возможность недостающие очки боевого пропуска, точнее, жетоны боевого пропуска, дозаработать, и уже с сегодняшнего дня, может быть, вы сами, а может быть, просто встречали, вы можете наблюдать в рандоме Кобру. Британский, внимание, средний танк, не ПТ-шка. Многие почему-то считают, что это ПТ-шка из-за ее, ну, скажем так, похожесть на какой-нибудь там... Чариатир, ну, как минимум... Короче, это СТ-шка. Забейте. Это СТ-шка, у которой есть фугасный барабан на 4 снаряда, и, в общем-то, она с него раздает. При этом это действительно интересная машина, я сегодня на ней отстримил 2 часа с огромным удовольствием. Вот. Это нельзя сказать, что это какой-то супер имбовый геймплей, или это... Это в первую очередь интересный геймплей. Раздавать с барабана каждым выстрелом по 500 почти урона. Но это действительно интересно. Мы сейчас, я вам расскажу о плюсах-минусах машины, но это будет гораздо позже. Сейчас я хочу вам рассказать немножечко про другое, с чем вам придется столкнуться. Ну, как я и сказал, как это в названии видео написано, это самый дорогой танк, дороже за жетоны ничего не было. То есть 24 жетона вам придется за нее отвалить, и такого за всю историю танков еще не было. Стоит ли эта машина потраченных, я не знаю, жетонов, времени, которые вы потратили, или голды, которые вы потратили на эти жетоны, ответить вот так вот тяжело, потому что на стриме у меня были люди, которые смотрели стрим и говорили, ну вот я посмотрел, я понял, что этот танк совершенно не для меня. Отлично! Для этого стримы и проводятся. Ну и не для того, чтобы отпугнуть вас от танка, а для того, чтобы вы смогли хотя бы какое-то представление о геймплее на танке для себя принять и уже понять, нравится вам нечто подобное или нет. Лично я получил сегодня удовольствие. Я не страдал на танке, я действительно вот, ну, кайфовал. Причем не напрягаясь, не напрягаясь, даже где-то немножечко дурачась, экспериментируя и упарываясь, на танке девятого уровня по концу стрима у меня была средуха по 3000 урона. Это при том, что и были ряд боев, где мои эксперименты закончились тем, что я просто с нулем сливался в начале боя. Так вот, дорогой танк не только по жетонам. После того, как вы приобретете его, вам также предстоят достаточно большие расходы. Каждый выстрел хэш-фугасом на этом танке стоит по 4400 серебра. То есть за один барабан вы отдаете практически 18000 кредитов. Барабан здесь на 4 снаряда. Альфа 490. Со всеми бустами и так далее, танк еле-еле по итогу хорошего боя выходит в плюс. То есть это не фармер, это не премтанк, это достаточно накладный геймплей, если вы хотите действительно кайфовать. Также у танка, помимо хэш-фугасов, есть три типа снарядов. Давайте обо всех этих снарядах поговорим. Как я и говорил, у танка барабан на 4 снаряда перезаряжается крайне долго. В среднем там 42-45 секунд, у кого-то 50. В зависимости от того, насколько вы будете прокачивать свой экипаж. Кстати, экипаж здесь вас тоже ждет засады. Здесь всего 3 члена экипажа. У меня на всех эстэшках британских по 4 члена экипажа. То есть часть перков я потерял, как только пересадил. И обзор потерял, и бесконтактную боеукладку потерял. В общем, ну, 3 танкиста пересели с эстэшки британской, а 4-й остался на старой эстэшке. Он не будет качаться, и я не буду его перками на этом танке пользоваться. Так вот, у вас есть кумулятивы со средней альфой в районе 360. При этом эти кумулятивы летят со скоростью очень медленно, всего лишь 800 метров в секунду, и пробивают всего 270. Кумулятив с пробитием 270 на 9 уровне, это смешно. Тем более с альфой 360 вы будете плеваться от этого танка дальше, чем видите. Есть альтернатива этим кумулятивам. Обычный фугас. Летит тоже очень медленно. 800 метров в секунду, пробивает 120 миллиметров, и наносит аж 515 урона. Много, но 120 миллиметров. Ой, да, 120 миллиметров. Это маловато, но в целом отыгрывать можно. И, наконец, голдовый хэш-фугас пробивает 210 и наносит 490 урона. Обратите внимание, пробитие почти в два раза больше, чем у обычного фугаса, а альфа всего на 25 ниже, чем у обычного фугаса. То есть голдовые хэши являются наиболее эффективными на этом танке, с учетом того, что они еще и летят почти 1200 метров в секунду. То есть в полтора раза быстрее, чем все остальные снаряды. Чтобы вы понимали, у меня на этом танке вполне себе получалось за полкарты сносить светляков. То есть упреждение на нем особо большое брать не стоит. Это действительно быстро летящий хэш. Разница только в том, что они стоят в 4 раза дороже всех остальных снарядов. Если те стоят 1100-1200, здесь вы будете по 4400 за каждый выстрел отдавать. Короче, после боя, особенно если проиграете или будете не пробивать, а 210 пробития против десяток в лоб, это тоже не самое ебовое пробитие. Можете в минуса уйти, там и до минус 40, и даже больше 1000. Но, если все же вы будете играть грамотно, то у танка быстро вращается башня, очень быстро реализуется барабан. То есть этот танк за 4,5 секунды все 4 выстрела делает. Перезарядка внутри барабана всего 1,5 секунды. И если вы вблизи находите какой-то танчик или заходите ему в спину, он даже не успевает развернуться, как вы разряжаете уже весь барабан. А потенциально, если по 490 с выстрелом, за 4,5 секунды вы можете нанести около 2000 урона любой машине. Если все, конечно, пробьют. А с пробитием, вот к слову, не могу сказать, что были большие проблемы. Да, иногда не пробивало. Тогда урон 37-100 в среднем. Вот такие вот цифры у меня в голове почему-то отложить. Но если пробивает, там и под 600 может вылететь. И вот представьте себе шок игрока, в которого прилетает 600, через секунду 400, через секунду 500. Ну, полторы секунды я уж тут. И еще там финалочка, еще там на 550 допустим. Просто минус 2к хп, даже для танка 10 уровня, у которых там 2200-2600 в среднем хп, да. Это очень серьезный потенциальный урон, то есть это просто покалеченный танк. Плюс это фугасы, которые еще не кисло так могут критануть при пробитии. Танк вроде бы как, говорят, медленно ездит, но я смотрел на спидометр, я без турбины катался 40 км в час. Вот обзора не хватает. Обзора мне не хватало, то есть он никогда не был максимальным. Очень имбовая скорость заднего хода, в среднем 25, у меня была раскачана до 30 км в час. То есть откатываться назад можно примерно с той же скоростью, что и вперед. Это очень удобно, когда нужно выкатиться и отступить. Башка крепкая, в среднем 250 мм, то есть ну что-то она оттанковывает, но не гарантированно. И углы склонения в 10 градусов вниз, и что-то около 13 вверх, то есть на холмах очень тяжело стрелять по танкам снизу вверх. В целом, от машины я остался в положительном впечатлении, но надо понимать, что этот геймплей не для всех, и он появился в игре, будьте готовы, то что этот танк... Многие, очень многие хрустальные танки в игре будут просто пенетрировать. Леопарды, шарфуту... 210 пробития, ребят. Это 70% всех танков, с которыми он встречается, он даже в лоб пробивает. Остальных в борта и корму точно так же по щелчку пальца. Даже Мауса может в корму на фулл барабан раздать. Так что в рандоме появился новый интересный танк с уникальным геймплеем, и я считаю, что иметь у себя в его ангаре, это действительно правильное решение. Вопрос только в том, нужен ли вам такой танк, и нравится ли вам такой геймплей. Если да, не задумывайтесь. Если сможете его прокормить серебром, вы будете на нем кайфовать и получать удовольствие. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Пока-пока.